Приветствую, на связи Эрен Кольт и школа дизайна Свизарт. В этом видео будем рисовать вот такую вот интересную иллюстрацию с воздушным шаром в иллюстраторе. Давайте приступать! Первое, что мне понадобится, это инструмент прямоугольник. Создаю квадрат размером 1080 на 1080 пикселей с зажатым шифтом. И сейчас мы создадим с вами сложный градиент. Сделать это можно двумя способами. Если у вас не стоит версия CC 2019, вы можете воспользоваться сетчатым градиентом. А если у вас версия CC 2019, то можно использовать вот такую вот вещь, как произвольный градиент. Я покажу вам, как работает произвольный градиент. Переключаюсь на него. Посмотрите, здесь сразу же имеются 4 точки, которые мы можем перекрасить. То есть принцип работы похож на сетчатый градиент. Кроме того, сразу же можно добавить несколько точек. Я сразу же добавлю дополнительно еще 5 штук. И теперь будем их раскрашивать. Кликаю на точку, выбираю пипетку. Обратите внимание, что пипетка не с палитры инструментов, а с палитры градиент. Точки можно перемещать, так как заблагорассудится. И поэтому можно создать очень-очень интересную версию градиента. Допустим, здесь затемнить. Здесь также мы будем создавать с вами звезды. Поэтому вот этот участок нужен достаточно темным. Я думаю, что какая-то вот такая версия нам подойдет. Закрываю палитру. И блокирую фон. Ctrl-2. Теперь давайте нарисуем воздушный шар. Выбираю инструмент Ellipse. И растягиваю окружность нужного мне размера. Переключаюсь на белую стрелку. И нажимаю на нижнюю точку окружности. Нахожу иконку, с помощью которой смогу отключить направляющие безе. Вот у нас получилась такая перевернутая капля. Немного уменьшу ее в размере. И дальше сделаю следующее. Выбираю инструмент Линия. И провожу линию так, чтобы срезать кончик шарика. Выделяю вместе и линию, и шарик. Нажимаю сочетание Shift-M. Это у нас инструмент создания фигур. С зажатым мальтом вычитаю лишние части. И получившуюся форму сдублирую. Зачем, узнаете чуть позже. Теперь сделаем следующее. Я выберу другой цвет. Выберу инструмент, который называется Кривизна. Он работает по принципу перышка, но только все точки скругляет. И нарисую линию. Переключусь с заливки на обводку. Shift-X. И раздублирую линию несколько раз. В нижней и верхней части линию сделаю чуть ближе друг к другу, чтобы получить более правильную форму. Выделяю линии и нахожу инструмент зеркальное отражение. Дважды по нему кликаю, нахожу вариант вертикальное и нажимаю копировать. Перемещаю сдублированные линии. Теперь выделяю все, что есть на сцене. И нажимаю сочетание Ctrl-Shift-F9. Если вы пользуетесь ноутбуком, то нужно добавить еще клавишу функция. Нахожу иконку разделения. Кликаю. И посмотрите, что произошло. Объект у нас разделился на произвольные четырехугольники. Теперь я перекрашу каждый четырехугольник так, как мне потребуется. Для этого выбираю инструмент пипетка. Кликаю в цвет. И с зажатым альтом кликаю в те участки, которые хочу перекрасить. Теперь выбираю инструмент прямоугольник и создам корзину. Рисую небольшой прямоугольник под шариком. И давайте выберем ему градиентную заливку. Для этого переключаюсь на градиент. И перенастраиваю градиент следующим образом. Во-первых, тип линейный. Первая чернильница более темная. Вторая более светлая. И там и там 100%. Ну и теперь давайте зададим блики. Если посмотреть на наш фон, то вот здесь явно закатное солнце. А здесь уже ночь. Поэтому здесь должен быть светлый блик. А здесь более темный. Чтобы шарик у нас выглядел объемным. Для начала сгруппирую корзинку с шариком. Чтобы они нам не мешались в процессе создания бликов. Теперь выбираю инструмент Ellipse. И растягиваю окружность. Примерно вот такого размера. Открываю панель градиент. И выбираю цвет. Светло-желтый. И светло-желтый для обеих чернильниц. В первом случае выбираю 70% непрозрачности. А во втором 0%. Форму выбираю радиальную. Вот такой блик мы получили. Можно его немножко растянуть. Развернуть по форме шара. Я думаю, что вот так вот все хорошо. Теперь зажимаю Alt. Дублирую блик. И давайте его перенастроим. Открываю панель градиент. Первой чернильнице назначаю темно-синий. Второй точно так же. У второй чернильницы непрозрачность 0%. У первой чернильницы пусть остается 100%. И вот здесь вот я поменяю способ наложения объекта. Для этого открываю панельку прозрачность. И выбираю вариант умножения. Таким образом у нас будет более насыщенный цвет здесь. Кроме того, я хочу разместить тень только внутри шарика. А она у нас расползлась и на фон в том числе. Делаю следующее. Кликаю на заранее сдублированную форму. И нажимаю Ctrl-Shift, скобочка вправо. Таким образом мы переместили форму выше всех. Перемещаю ее на шарик. Кликаю на блик правой клавишей мыши. Создать обтравочную маску. Теперь градиент будет расположен только внутри заданной области. То есть только внутри шарика. Градиент внутри можно двигать. Если переключиться вот на эту иконку. То есть я могу его поперемещать. Помасштабировать. Теперь давайте добавим еще дополнительные блики. Например, я хочу поместить блик внутрь корзинки. И он должен быть небольшим совсем. Уменьшаю блик. Разворачиваю. И размещаю светлячок внутрь корзинки. Изменю способ наложения на перекрытие. Также добавлю еще небольшой блик вот сюда. Наша картинка будет казаться объемней. Непрозрачность уменьшаю до 30%. И теперь давайте сделаем надпись. Выберем шрифт. И цвет. На надпись также посажу блик. И теперь сделаем звезды. Для этого достаточно сильно приближу картинку. Выберу инструмент кисть. И сделаю несколько кликов кистью. Теперь выделю их. Открою панель символы. И перетащу туда. Выберу инструмент распыления символов. И нарисую звезды. Чтобы звезды не залезали на наш воздушный шарик. Воспользуюсь инструментом смещения символов. И оттащу все лишние звезды с шарика. Так же немножечко запрозрачу их. С той стороны, где у нас более светлая часть. Сверху создам прямоугольник. Так же размером 1080 на 1080 пикселей. Без обводки и без заливки. И создам вновь обтравочную маску. Чтобы никакие участки не вылезали за пределы монтажной области. Выделю немного подвинув вправо воздушный шарик. Добавлю еще один небольшой блик на верхнюю часть. Ну и наконец финальное действие. Выделяю шарик со всеми бликами. Группирую Ctrl G. И сальтом сдвигаю. Для того, чтобы сдублировать. Непрозрачность дубля уменьшаю до 20%. И достаточно сильно масштабирую. Вот такая немного мистическая картинка у нас получилась. Обязательно попробуйте. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайк под этим видео. И подписывайтесь на наш канал. А с вами была Ирэн Кольт. И школа дизайна Свизард. Пока-пока. Пока-пока.